Председатель городской общественной организации родителей детей-инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что уже более 20 лет преподаватели работали со сложными детьми, учили их рисованию, выжиганию по дереву, висероплетению, народным ремеслам. Однако весной прошлого года директор научно-исследовательского института, в котором на протяжении этих двух десятков лет базировалась организация инвалидов, попросил их освободить помещение. Мне принесли письмо о том, что мы вам теперь не можем больше предоставлять это помещение. Причиной было расширение арендных площадей. Впоследствии я поняла, что это не причина, а всего лишь навсего предлог. Почему так захотелось ему сразу нас попросить, я к нему, конечно, спустилась и стала с ним разговаривать. Я поняла, что, да, и принесла ему письмо ответное, что мы не можем вот к такому-то времени освободить помещение. Это нереально. Во-первых, нам некуда идти, во-вторых, ну, просто хотелось как-то по-мирному с человеком поговорить, показать, что мы из себя представляем, что мы совершенно не социально опасны, что мы делаем такие дела, на которые следует обратить внимание. Первую атаку удалось отбить, однако спустя почти год, в этом марте, родители и детей инвалидов попросту перестали пускать через проходную. Сорокин Николай Тимофеевич больше мне ничего не сказал и говорит, собрал своих замов и говорит, у нас не благотворительное общество, у нас не клуб по интересам, у вас свое, у меня свое, вот, и поэтому вот давайте, вот до такого-то времени опять нам дала срок. Председатель организации родителей детей инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что причиной их выселения является желание руководства института сдать освободившиеся площади в аренду. Организация инвалидов не способна оплатить необходимую сумму. Директор в НИМС Россельхозакадемии Николай Сорокин на переговоры не идет. Мы связались с секретарем Сорокина по телефону и получили ответ, что Николай Тимофеевич на такие темы с прессой не общается. Интересно, а на какие же темы готов общаться господин Сорокин? О развитии сельхознауки и механизации во имя процветания человечества? О том, как накормить страждущих в России, как помочь нуждающимся? Но в свете того, что произошло, как-то неудобно, наверное, будет говорить о высоком и научном. Выходит, что необходимого для занятий прикладным творчеством помещения нет, идти детям-инвалидам просто некуда. Такая вот научно-исследовательская история получается. Продолжение следует...